Это типичный новичок, он скачал Warface и его тут же нагнуло. А это Яша, он воспользовался ссылкой в описании, покрутил бесплатную рулетку, получил отличную броню и могучие пушки. Кроме этого, при первом пополнении счета Яше плюс 100% кредитов придет. Врывайся и ты, Warface тебя ждет. Это шутка? Или они действительно решили установить подствол на дробовик? Да, дорогой друг, именно так они и сделали. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие и подруги. С вами Рокутагин, капитан Очевидность, как всегда, Warface, как всегда и новый дробовик. Panzer. Автоматическая нагиб машина, обладающая невероятными, сука, характеристиками, эффективностью и, да, подстволом. Просто посмотрите, как это все выглядит. Как вы, наверное, уже поняли, в качестве подствольной гранаты у нас используется граната светошумовая, то есть флешка. И я полагаю, что при правильном применении поджигать пуканы с этим дробовиком будет прямо очень и очень неплохо. И именно благодаря флешке. Это помимо того, что дробовик сам по себе мама не горюй. Скажу вам больше, это самая настоящая имба. Неужели лучше Браунинга? Гораздо, капитан Очевидность. Браунинг после введения брони Сирокко, я думаю, все-таки будет уже не таким нагибным. Да, он все равно будет ваншотить. И, наверное, он все-таки будет ваншотить чуть-чуть лучше, чем Panzer. Но в Panzer'е сила даже не в самом ваншоте, который здесь, кстати, присутствует. Он хорош, он нагибной, мощный. В общем, с ваншотом все в порядке. Однако главная фишка, и я считаю, что это, знаете, просто какая-то бюрократическая ошибка была, заключается эта фишка в том, что Panzer обладает какой-то сверхэффективностью на больших дистанциях. То ли у него урон так слабо падает, то ли еще что-то. Но это тот дробовик, с которым в буквальном смысле можно выходить на снайпера. На снайперской дистанции. Если он вас сразу не убил с первого выстрела, то с высокой долей вероятностью этот снайпер станет трупом. Как такое получилось, я представить себе не могу. Не понимаю, как они так его сбалансировали, как они его так предварительно оттестировали, что он показывает, сука, то, что вы видите сейчас на экране. В данной нарезке есть пара очень, прямо скажем, сомнительных моментов, когда противник как-то очень слишком далеко, а его сносит там за 2-3 выстрела. Не это ли имба, друзья? Да, вы скажете, напоминает Бенелли Игл. Ну, помните, была такая, вроде совсем еще недавно была имба та еще. Но там было 4 патрона. И здесь же их 10. Да и темп стрельбы здесь. Мама не горюй. Кстати, если вам интересно, использовал я вот такую сборочку. Есть еще варик вместо темпа стрельбы поставить минус отдачу, но я не увидел от этого мода здесь большого прока. Тряска как была, так и осталась. Да и, честно говоря, данный дробовик, в общем-то, терпим. Вполне его можно зажимать. Это не какой-нибудь узкон, который там прямо из стороны в сторону мотал, а он разлетался. Здесь плюс-минус гаднателло. Можно и подзажать порой. Получается, вся старая мета сосет. Есть такое, дорогой друг. Сосет и причмокивает. Впрочем, друзья, когда было иначе? С выходом какой-нибудь сочной новинки. Это вот база. Ладно, если честно, я думаю, что все-таки это просто ошибка, и они его почти наверняка как-то перебалансируют. Предлагаю, еще чуть-чуть можно даже урон увеличить, но увеличить и падение урона на дистанции, вот что-то в этом духе. Чтобы на ближнем, как положено, дробовику сносил все, на дальних, извините меня, ну, не дистанция медика. Сделают они это или не сделают, не знаю. Но в таком виде, дорогие друзья, я бы точно данный дробовик на лайв-сервер не стал публиковать. Не стоит оно того. Будет повторение истории с СТК или Браунингом. Про Браунинг я сразу говорю, что это имба страшная. Да, мне многие писали ойру Кутагин. Даже у меня был какой-то комментарий недавно. Ты упал в моих глазах, я тебе больше не верю. Ты говорил, что Браунинг... Этот человек сейчас пишет, что Браунинг, мол, кал, лучше бегать с Гарибальди. Нет, Гарибальди хороший ствол. Но заявление в духе Браунинг говно? Я не знаю, дорогой. Мы с тобой играем в два разных варфейса. Я лично на РМах вижу в основном как раз Браунинги преимущественно. И когда сам беру его в руки и сравниваю с Гарибальди, в общем-то... Да. Сравнение не в пользу последнего. То же самое у нас с СТК было. Я говорил, что, ну, особенно с СТК, Браунинг еще плюс-минус. Все-таки, ну, два патрона, как бы, да, жопа боль, но не такой гибкий. С СТК я говорил, что, по-моему, это, ребятки, как бы вам аукнется, будет вторая Берета. Получилось еще круче. Берета сосет по сравнению с СТК. Она так пуканы в свое время даже и близко не рвала. Поэтому, дорогие разработчики, я очень вас прошу подумать, прежде чем в таком виде этот дробовик все-таки реализовать уже на основном сервере. Выпускать, так сказать, в продажу. И да, это, говорю я, человек, который преимущественно играет, если играет РМ. И последнее время, кстати, снова подсел, нравится мне, играю чисто в соло. Я не знаю, почему мне нравится, пукан горит, но это сочно. Так вот, как мейн-медик говорю, что этот дробовик все-таки перебор. Пожалуй, не стоит. Надо как-то отбалансировать так, чтобы ваншот на ближник не потерял, а на дальник эффективность его утратилась. Все указывает на то, что ты его по-любому будешь крутить. Однозначно, я же мейн-медик, конечно, буду. Даже если его вдруг сильно нерфанут, я в любом случае его выбью. Ну, понятно, я, конечно же, сделаю видео с ним с геймплеем. Понагибаем сочно, понагибаемся, понаклоняемся. Короче, все будет зашибись. Однако, вопрос, стоит ли выбивать его вам? Скажу так, друзья. Если его совсем в хлам не убьют, если его хотя бы на ближних оставят таким же, однозначно стоит. Это обалденный дробовик. Это очень классный, интересный, прикольный ствол. Подствольная флешка вообще великолепная идея. Хотя нет, ну на самом деле спорная, потому что медик в некоторых клатч-ситуациях будет становиться имбой. Но, как бы, вас как пользователя это точно не будет расстраивать. Поэтому мой вердикт однозначен. Данный дробовик это имба. В таком состоянии, в котором он находится сейчас. И, если его сильно не нерфанут, то выбивать его, ну просто медику маст хэв. Сосо Павлиашвили!